так сегодняшняя трансляция не плановая потому что сегодня пятница вечером у нас трансляция будет по похудению а сегодня ну что было сильно там не забухали так как сегодня пятница проведу трансляция вреди алкоголя значит я нарколог девять лет старше в санкт-петербурге по выводу из добрый день по выводу из запоя поэтому знаю о чем говорю у кого будут вопросы по алкоголю пожалуйста присоединяйтесь да какие города ребята внеплановая сегодня не плановый стрим я но слава богу спасибо за лайки я здравствуйте да здравствуйте всем после душа покраснела кожа и зуд сегодня сейчас пока что давайте не кожей зуд давайте по алкоголю он зеленский по алкоголю по наркотикам я не в теме но вчера видео вышло потолка о том как встреча состоялась путина с зеленским но он там зеленский это конкретно это под коксом сидел ладно без политики поэтому ребята наркотики это вред наркотики это яд спасибо екатеринбург дальний восток здравствуйте уже все бросили даже родные ну это наверно после моих этих лекций давайте еще раз проведу и сегодня на 30 процентов людей станет меньше бухать так кузбасс хорошо здравствуйте кузбасс специально провожу внепланово потому что сегодня пятница и некоторые уже лыжи намылили и собираются там это встречать так германия ну германия у вас там пиво свое до немецкая в этом его любите нск я не знаю что такое тверь привет три или башкортостан хорошо как убрать аллергию это не сегодняшняя тема сейчас тема у нас по алкоголю пятница и алкоголь пятница и алкоголики нижний новгород ростов-на-дону новосибирск иркутск иркутск иркутску привет я там училась в иркутском государственном медицинском учитель как бухали так и будем бухать ну ладно бухайте тогда идите в другие чаты хорошо в санкт-петербург хорошо зеленский лучший президент ну да для кого-то наркоманы и алкоголики нравится вот он классный этот ну когда у нас comedy club играл нормально и фильм он снимал классные как вот этот вот сваты шикарно мы до сих пор любим это фильмы в принципе внутри хороший человек ну а теперь пока что марионетка ладно мы вас оставляем в чате это ваше мнение мы его уважаем так сегодня тема пятница и алкоголь ребята пятница и алкоголизм о уже 1700 все я читала про просмотрела значит пятница и алкоголь начинаю если у вас если у кого-то из ваших родственников есть регулярность употребления алкоголя это уже алкоголизм признаки сейчас перечислил признаки алкоголизма если есть синдром похмелья если утром человек похмеляется но вечером побухала утром надо стопочку ну чтобы полегчало это тоже алкоголизм если есть синдром абстиненции пока что вопросы не задаем пока что вот рассказываю а потом буду отвечать на вопросы если есть синдром абстиненции вот мандраж такой до стакан кругу карту не подходит это это алкоголизм если есть запой то есть алкоголизация от двух и более дней но от 3 например то от 3 и более дней это точно алкоголизм у меня многие алкоголики говорили я нет меня как бы нормально я тут практически не пью я же работаю два через два два дня пью два дня перед два дня пьют два дня перерыв это тоже алкоголизм не признание своего заболевания не осознанность до отсутствия сознания это проблема когда человек говорит я алкоголик это уже наполовину решенная проблема в нашей стране невозможно не пить но не звездите не возне звездите вообще езжайте в африку тогда если вам здесь что-то не нравится у нас все хорошо вы просто ищите повод чтобы там бухнуть у меня есть пациентка одна она на ваське живет она такая кошечка заболела все надо бухнуть кошечка выздоровела неделю бегала по поводу того что надо ее лечить все надо бухнуть потом деньги украли как пока она бухала тоже надо бухнуть ну и короче так всегда алкоголик всегда найдет повод кого обвинить только не себя как только человек осознает что у него алкоголизм это уже правильно сформулированная проблема наполовину решенная проблема в этой в этом случае это тоже так не все алкоголики признают что они алкоголики значит еще раз повторю признаки алкоголизма первое если употребление регулярно я например даже боюсь что если по субботам воскресенье регулярно то это уже рядом с алкоголизмом у меня кстати есть одна пациентка которая уже уже нет она уже не моя пациентка она вызывала меня строго по субботам потому что понедельник ей надо было идти на работу в пятницу она бухала в субботу она вызывала потом ее в воскресенье мандра жила и понедельник она шла занимала такую приличную должность в Санкт-Петербурге вот ну и в конце концов она ее потеряла потому что не было осознания проблемы я ее просила дорогая моя ну начни принимать фенибуд хотя бы вот нет вызывала каждую неделю представляете сколько денег она в принципе как бы на меня потратила нет осознания проблемы и закончила все печально потеряла работу не знаю как у нее там жилье была в аренде квартиры наверное постепенно может быть я думаю что она ее уже продала так значит повторяюсь регулярность это признак алкоголизма если есть синдром абстиненции когда мандраж это тоже уже признак алкоголизма если есть синдром похмелья когда утром просыпаются надо навернуть это алкоголизм если запой два или три дня а то и больше это алкоголизм и не надо как это там задорно говорит лохматить бабушку да я точно знаю о чем говорю если эти симптомы есть эту проблему нужно решать всем родственникам плохо когда в семье алкоголик а алкоголику хорошо он сидит бухает он эндорфинчики получает и все и вроде бы у нее создается иллюзия хорошего состояния в первую очередь страдает нервная система и от этого страдают родственники почему потому что нервная система алкоголика пострадала это самое слабое место голова у алкоголика все появляется раздражительность нарушения сна тревожность там трудность концентрации внимания человек теряет работу снижается усидчивость например за компьютером кто работают некоторые айтишники они тоже вперед короны тоже многие попали на алкоголизм с учетом наследственности вот и в результате виновны кто виновны там родственники или президент ну это обычное явление спера виновны родственники а потом виновен там глава правительства или страна не такая но езжайте куда куда-нибудь езжайте другое место а на самом деле нужно просто осознать что есть проблема алкоголизм эту проблему нужно решить способы решения алкоголизма первое это необходимо так не вижу комментариев и у нас посетителей убавляется так алкоголиков наверное нет пошли бухать по титу я не буду говорить сегодня алкоголизм вечером у нас будет по лишнему весу по похудению они все выпивают поэтому ушли ну ладно или не все выпивают или пошли пошли уже конец рабочего дня и надо срочно там компашку организовать такое тоже возможно это видео я кстати выставлю в youtube потому что надеюсь что оно будет полезно значит первое что необходимо делать если пью и смотрю значит если запой несколько дней то в принципе можно выйти самостоятельно с помощью минеральной воды я пациентам говорю покупайте минеральную воду яссентуки 17 или я больше всего люблю минеральная вода заповедник здоровья вот такая 17 во всех регионах в принципе она нормальная только в Краснодарском крае в Новгороде и в Белгороде где в Барнауле ее наливают из-под крана ну ваша задача найти хорошую минеральную воду 4 или 17 и это как капельница значит я пациентам своим объясняю пол литра минеральной воды и сентуки 17 или 4 это как 1 флакон капельницы литр минеральной воды это как 2 флакона капельницы полтора литра минеральной воды это как 3 флакона капельницы вот пожалуйста сидите пейте полторашку в течение дня и уже полегчает кроме того на выходе из состояния запоя необходимо принимать ножку потому что там чаще всего спазмируются сосуды и нужно убрать этот спазм тогда мы принимаем ножку или дротоверин и спазм уходит чтобы ножку или дротоверин подействовали лучше мы принимаем с горячим сладким чаем кстати горячий сладкий чай горячий он тоже убирает спазм сосудов и это хорошо и сладкий он улучшает всасывание дротоверина или ножку или то или другое принимаем уже хорошо своим пациентам те которые прям конкретные запойные я им к ним приезжала вместе с капельницей вместе с минералочкой и оставляла им таблеточки мои любимые таблеточки это карбомазепин я их назначала алкоголиком по схеме сейчас я вам открою этот секрет так напишите кто-нибудь нужно схем схему озвучить по алкоголю тогда озвучу а если нет оставлю это своей тайной да есть схема да есть хорошо записываем значит покупаем в аптеке рецептурный препарат нужно расскажите карбомазепин называется аналог да вижу ваш схему лечения аналог карбомазепина финлепсин или тергитол мы не берем мы берем тупо просто карбомазепин стоит он 150 рублей мы его покупаем если не дают в аптеке мы такие делаем слезные глазки и говорим ну у меня там это эпилепсия забыл рецепт и слезные девочки мы же в России живем жалостливые девочки продают карбомазепин значит второй вариант сказать у меня муж козел бухает и слезные девочки они тоже понимают что такое муж козел и муж бухает они тоже продают карбомазепин поэтому идите и покупайте российский карбомазепин российский карбомазепин стоит 100-150 рублей московского производства немножко похуже но в принципе пойдет значит схема такая если вы его решили человечка вечером тормознуть от алкоголя даете ему 2 таблетки карбомазепина и просите его разжевать они слегка горькие но там мел и немножко горчит я говорю не горче чем водка значит разжевываем карбомазепин и запиваем сладким чаем пока мы жуем карбомазепин запиваем сладким чаем появляется такое расслабление и как бы и тяга к алкоголю тоже уменьшается дальше он даже если продолжит выпивать вы не переживайте много он не выпьет потому что карбомазепин усиливает действие алкоголя и он просто рюмку бабахнет и ляжет спать и слава богу ляжет спать выспится и меньше выпьет замечательный способ да 200 миллиграмм таблетки 400 миллиграмм не берем это ретард они немножко не так действуют нам нужен просто карбомазепин значит вечером приняли две таблетки утром обычно просыпаются товарищи в 5 утра и им нужно снова похмелиться в 5 утра в 6 утра они идут шарашиться по ларькам им проще дойти до ларька в принципе я их понимаю почему потому что к утру алкоголь уже выходит и у них спазмируются сосуды что нужно сделать они понимают что нужно выпить и в принципе они правы да они когда выпивают у них расширяются сосудики и вроде бы как полегчало в этот момент нужно им дать одну таблетку карбомазепина если сильно колбасит дать две таблетки карбомазепина утром как раз вот в 5 утра поймать не проспать этот момент потому что быстренько сбегает в ларек и купит дали снова две таблетки карбомазепина снова разжевать а потом налили большую бадью сладкого чая такую знаете 300 миллилитров набухали туда побольше сахара и дали ему выпить он пока пьет этот чаек его отпускает и он такой думает ну ладно я пока в ларек не пойду и ложится спать дальше вот очень хорошо поспит до девяти ну там дальше можно будет уже давать по одной таблетке карбомазепина значит схема такая 1 дня мы даем 3 раза в день я писать не буду не буду писать схему 1 день мы даем 3 раза в день утром одну в обед одну вечером даем две потому что вечерам в 5 часов вечера подсоединяется нервус вакус и там уже мыслят руки надо побежать вот в 5 часов вечера когда смеркается если вы в 5 часов вечера не дали то он уже быстренько сбегает типа в ларек за сигаретами, а сам купит себе 250. Поэтому в 5 часов, а лучше в 4 часа дали таблеточку, две таблеточки карбамазепина или одну, уже сами там смотрите. Если сильно ерзает, значит две, если не сильно ерзает, значит одну. Если принимать три раза в день карбамазепинчик, то появляется такое ощущение, какому Саше передать привет? Если он алкоголик, Саша, привет, давай, хватит бухать. Так, значит, первый день, когда мы принимаем три раза в день карбамазепин, появляется такое ощущение расслабленности и девочки даже говорят, я как подшофе. Худеньким девочкам, конечно, три раза в день это многовато, как-нибудь делим на два раза в день, ладно. А мужчинам прямо три раза в день смело даем. Девочки говорят, как подшофе, мальчики, в общем-то, такие расслабленные. Вечером, даже если появляется желание выпить, то под действием карбамазепина, даже если человек немножко выпьет, он такой быстренько снова вырубится и будет спать. Когда пациент спит, это самое классное состояние, он не ерзает, он не бегает по квартире, он не ищет, где бы выпить, он не стучит по мозгам родственникам, и вы можете хотя бы выспаться. На второй день уже достаточно принимать карбамазепин два раза в день. Утром, как раз в пять утра опять, не полениться встать в пять утра, дать таблеточку, разжевать, разжевать, чтобы быстрее растворилось, она даже в ротовой полости действует уже хорошо. И запить сладким чаем, это для того, чтобы глюкозка поступила в головной мозг и вроде бы как отпустила. Глюкозка это тоже эндорфин, и мы обманываем организм, даем вместо легкого продукта алкоголя другой легкий продукт глюкозу. Так, что там у меня? У меня такой же, забыла, что такой запах перегара. Не знаю, что там про перегар. Ладненько. Все, второй день уже стало полегче, ну а третий день мы просто даем карбамазепин вечером и дальше в течение 10 дней. Нормализуется сон, и это хорошо. Первые два дня самые сложные. Если вдруг у пациента появляется симптоматика, а нет, знаете какой, уже не ждем симптоматику, я вас сейчас научу. Попросите показать язык своим, ну там, пациентам или знакомым. И если язык бордовый, фиолетовый и с большим налетом, лучше вызвать капельницу. Вызывайте нарколога и ставите капельницу, потому что это очень густая кровь и, ну, большой риск травмообразования. Не доводите до, как бы, ухудшения состояния. Если появились боли в области сердца, вызываем скорую. 0,3. Если у нас судорожный приступ, то однозначно вызываем скорую. 0,3. Во время судорожного приступа не теряемся, кладем человека на твердую поверхность и следим, чтобы головой не ударился. Если артериальное давление высокое, вызываем скорую. Они госпитализировать, конечно, не госпитализируют, а как минимум собьют давление. И это уже хорошо. Пока сбили давление, обязательно давайте минералочку, которая есть, не только 17. Давление алкоголиков почему поднимается? Потому что дефицит жидкости в организме. Алкоголь, что пиво. Пиво выводит воду из организма. Постукайте еще по экранчику. Что-то мало у нас человек. Пиво вымывает жидкость из организма, потому что оно мочевонное. Да, спасибо за сердечки. Так, сердечек мало, посетителей мало. Спасибо за розочку. А алкоголь для своего расщепления берет эту воду. И поэтому тоже вода теряется. Да, спасибо за сердечки. Вот кто-то благодарный хотя бы сердечки отправляет. И количество людей у нас присоединяется. Хорошо. Значит, так как у нас дефицит жидкости при алкоголизме, мы обязательно восстанавливаем ее правильной минералкой. Это Есентуки 4 или Есентуки 17. За поцелуйчики спасибо. Подписывайтесь на канал или делитесь каналом со своими алкоголиками. Может быть, как-нибудь в пьяном бреду они наткнутся на мою страничку. И будет им это полезно. Хорошо. Спасибо, что вы меня ждете. Спасибо за сердечки. Ну вот, наконец-то вы активировались и делитесь. Так, смотрите. Дальше. Когда мы пьем эту минералочку, состояние улучшается. И дальше следим, чтобы не было сердечной боли, чтобы не было судорожного приступа и чтобы не было высокого артериального давления. Самый мой любимый хороший препарат. Спасибо за сердечки и то, что делитесь со своей трансляцией. Смотрите. Да, для похудения сегодня вечером будет контент. Мы сбили с похудением. Ёлки-палки. Смотрите. Значит, вечером всегда наступают ухудшения. Мой любимый препарат, который от артериального давления. Я ненавижу вот эти вот. Энапы, Налаприлы. Это терапевты назначают. Они такие, лишь бы сбить давление. А они не понимают, что у нас артериальное давление поднимается потому, что дефицит жидкости. Поэтому нужно не давление сбить, а водичку закачать. И тогда у нас давление не будет скакать. Вот. Когда водички будет достаточно, у нас давление не будет так подходить. Водичка из-под крана при этом не подходит. У нас подходит только минеральная вода с хорошим содержанием микроэлементов. С хорошей минерализацией от 8 до 12 тысяч. Это Иссентуки-17 или 4, Заповедник здоровья-17 или 4, Иссентуковский бювет-17 или 4, Добрый доктор-17 или 4. Спасибо за сердечки. Но все равно, ладно, не прибавляется посетитель и пускай. Пошли все отдыхать, похоже. Поделитесь со своими товарищами, которые пошли бухать. Так, дальше. Мой любимый препарат магнезиосульфат. Когда я училась в медицинском институте, у нас преподавала в Иркутском медицинском. У нас приезжала профессор Репина из Санкт-Петербурга. Она нам читала целую лекцию 2 часа про этот препарат магнезиосульфат. У нее замечательные свойства для акушерства гинекологии. Я тогда на акушера лечила, училась, акушер-гинеколога. Но эти свойства, они применимы для именно снятия абстинентского синдрома. Что это за свойства? Снижение артериального давления. Это раз. Расслабление мускулатуры для абстинентного синдрома. Это два. Потом противосудорожный эффект на фоне абстиненции, может быть, судороги. Это три. Потом улучшение проницаемости сосудов для того, чтобы кислород передавался хорошо. Это четыре. Так, для плаценты там есть хорошие эффекты. Но для алкоголиков вот это самые основные. Есть еще хороший эффект у нее, если в порошке принимать, то это будет слабительный эффект. Но нам он не нужен пока что. Как называется еще раз? Магнезиосульфат. Обычная магнезиосульфат. Но мы не покупаем в порошке. Мы покупаем в уколах. И ставим его внутримышечно. Если артериальное давление до 150, то мы ставим магнезиосульфат 5 мл внутримышечно. Если у нас артериальное давление уже в обед больше 150, это вечером будет катастрофа. Нам нужно срочно пить минеральную водичку и ставить магнезиосульфат 10 мл. Если ягодица хорошая, большая, то за сандалем туда 10 мл в наружный верхний квадрат. Если ягодица не очень, тогда ставим 5 мл туда, 5 мл туда в наружный верхний квадрат. И все. Магнезиосульфат очень хорошо снижает артериальное давление. Она нормализует циркуляцию и кровоток в области головного мозга. И профилактирует судороги и спазмы мышц. И это здорово. Пациент сразу где-то через 5 минут расслабляется, давление у него падает. И он уже не бежит за артериальной похмелкой. Нужно понимать алкоголиков, когда они бегут за тем, чтобы выпить. Им действительно плохо и они боятся умереть. Действительно в некоторых случаях важно вовремя выпить, чтобы расширить сосудики. Поэтому вы их не ругайте в тот момент, когда они хотят бухнуть. Просто понимайте, что им будет плохо, лучше помочь им как-то без крика. Смотрите, поставили магнезиосульфат, артериальное давление сбросилось. Но еще раз повторюсь, если у нас боли в области сердца, если у нас судорожный приступ, и если у нас высокое давление, не сбиваемое препаратами, тогда вызываем скорую помощь. Еще показания, это для, вот скорая помощь приедет и окажет вам помощь. А показания для госпитализации, это тошнота и рвота. Что делает скорая помощь? Они приезжают, дают вам бумажку подписать, что вы отказываете от госпитализации, а в пьяном виде там человек подписывает, лишь бы что подписать. И все, они уезжают. На самом деле, если есть тошнота, рвота, это абсолютные показания для госпитализации. И если вам подсунули бумажку подписать, вы говорите, нет, я не подпишу, я поеду в стационар. И езжайте в стационар. Правда, с собой прихватите минералочку, потому что вам там приемный покой, сразу водички не дадут и капельницу не поставят. Спирапара морожит, подождут, пока вы там сами оттуда сольетесь. Но вы лучше оставайтесь, потому что острый панкреатит, обострение панкреатита хронического, это показания для госпитализации. Лучше отлежаться в больничке, чтобы вам там капельницы поделали. Ну, а если не хотите в больничку, тогда вызывайте нарколога и ложитесь в стационар наркологически анонимно. Да, да, конечно, все правда. Я же из своей практики рассказываю. 9 лет работы с алкоголиками, я знаю все нюансы. Вот, еще. Дальше обычно я рекомендую принимать фенибуд, когда пациенты у меня выходят из запоя. Обычно по стандартам Минздрава это 3 дня для выхода из запоя. Мои пациенты выходят за сутки, за полтора. В принципе, потерпеть полтора суток, конечно, сладко не будет. Но зато за полтора дня вы выходите из этого состояния. После этого я рекомендую всем своим пациентам принимать фенибуд. Фенибуд тоже рецептурный препарат, но мы же в России живем, да. Купить можно этот препарат легко. Только спецучетный трудно покупать, а этот препарат купить легко. Покупаем лучше белорусский или усолиосибирский. Латвия раздутая цена до невозможности. Качество такое же, как Беларусь и усолиосибирская. Поэтому не тратим деньги на Латвию. Сейчас, я думаю, скорее всего, они еще больше поднимутся в цене. Не нужно заморачиваться и панты вот эти делать. Просто покупаем белорусский или усолиосибирский фенибуд. И принимаем утро-обед после еды. Почему после еды? Потому что он слегка кисленький и раздражает слизистую желудка. Так как раздражает слизистую при гастритах не очень хорошо. А у всех алкоголиков там гастрит рядом. Поэтому просто бутербродик закинули, а только потом фенибудик. Все, принимаем после еды, утром обед. Вечером его не принимаем. Вечером принимаем карбамазепин. Помогать будешь мне? Нет, ну что? Коза не хочет мне помогать. Хочет. Вечером карбамазепин для нормализации сна. А утром и в обед фенибуд, потому что он активирует головной мозг. И в принципе мозг быстренько такой, опа-на, типа я трезвый, о, нормально, буду дальше таким. И мои пациенты, с мужчинами у меня больше получалось, мои пациенты начинают переключать свое внимание на свое здоровье. Начинают печень лечить, сердце лечить, желудок. Переключают свое внимание на здоровый образ жизни, на физкультуру и на работу. Вот те, которые прям осознанно бросают пить, они прямо начинают бабки зарабатывать. С женщинами чуть похуже, даже не чуть похуже, а прям на 80% похуже. Может быть я для них не авторитет, но может быть мозг женщины как бы он слишком такой. Вроде объяснишь им все нормально, а они да-да-да-да-да, послушали, послушали, а потом сделали все равно все по-своему. Рекомендации не особо выполняют. А те пациенты, которые выполняют рекомендации, у них получается в принципе все хорошо. Вот. У меня, кстати, одна пациентка, женщина говорит, вы знаете, я такая кремень, я шла с работы, я в трезвости, я гордилась тем, что я трезвая. Я шла с работы, не стала заходить в магазин, потому что есть соблазн купить там 250. Я уже нажала домофон, уже там запиликала дверь, уже дверь открылась. И я вспомнила, что у меня дома нет спичек. Она идет, покупает спички, гордо проходит, и она рассказывает, я гордо прохожу мимо стеллажей с алкоголем, что типа я кремень, все офигеть. Подходит к кассе, гордо, а там рядышком, да, слезы такие. Вечером эфир будет в 18.00 по похудению. Так, гордо подходит к кассе, а там 250 стоит или 100, там какие-то там маленькие бутылочки, я точно не знаю. Она говорит, ну и здесь, короче, я не выдерживаю. И она себя оправдывает, ну это же всего лишь маленькая, я же маленькую выпью, и все, и понеслось. Как только маленькую выпивает, опять замкнутый круг, проверка на вшивость у женщины не удалась. Но она мне это рассказывала уже после очередной капельницы, говорит, это очень сложно. Поэтому женщинам, у мужчинам есть сила, есть воля у мужчин, и вроде как их немножко отрезвишь, у них получается сила воли есть. А у женщин ни силы, ни воли, так что там очень сложно. Вот, наверное, женщинам лучше в стационар. И женщинам лучше хороший психотерапевт. Пьют от одиночества, похоже. Очень много в Питере одиноких женщин. По процентному соотношению, вот когда я в Бехтеревке работала, по процентному соотношению 40% женщин пьют, а 60% мужчин. Это ужасно. Связывается с тем, что солнца мало в Санкт-Петербурге, и эндорфинная система работает плохо. Вот, те города, где побольше солнца, там у них не так выражено. В Краснодарском крае я жива, женщины вообще стеснялись своего алкоголизма. И это было, наверное, процентов 5-10. Никто это не афишировал, сидели в своих коморках, и по статистике гораздо меньше было. Про Украину, да, видим, все видим, очень сочувствуем, ребята. Я надеюсь, что все закончится хорошо, все будем вместе, потому что, ну, кроме, блин, этих... Я не хочу говорить, ладно. Ладно. Теперь вопросы. В принципе, основную информацию я вам рассказала. Задавайте вопросы. Титурам как? Я им не пользовалась, титурам. Это препарат, который при взаимодействии с алкоголем... Да, мы все славяне, я тоже так считаю. Кроме бандеровцев и вот этих нацистов. Даже хочется матом сматериться, но мне же нельзя. Так, вопросы задаем. С титурамом, да, он при взаимодействии с алкоголем токсичный продукт вырабатывается, поэтому становится очень плохо. Кроме титурама есть еще другие препараты, тоже Колми. У него такой же механизм действия. Я не пользовалась этими препаратами, только те пациенты, кто сами этого хотел и просили, ну, пожалуйста, покупайте. Почему от алкоголя бывают пятна красные на руках? Ну, расширяются сосуды, выпил, расширили сосуды, нормально. А еще, если вот на теле красными пятнами, это признак дефицита жидкости в организме. То есть жидкости не хватает, и часть сосудов спазмируется, а часть еще расширены. И получается такая мраморность кожных покровов на предплечьях, на груди. Но это не только у алкоголиков бывает, это еще и у гипотоников такими пятнами бывает. Так, кто еще? Изжога замучила. Что делать? Сделайте висцеральный массаж в зоне солнечного сплетения. Фенибут. Начинать пить когда? Сразу с карбамазепином? Лучше первые два дня просто карбамазепин. Три раза в день, потом два раза в день, потом один раз в день. И когда вот уже один раз в день начинаем фенибут. Ну, те, кто не может купить карбамазепин, может начинать просто с фенибута. Ну, тогда даем по две таблетки и после хорошего завтрака. Уходит муж за поезд, что предпринять. Смотрите эту трансляцию на YouTube, я ее выложу через день. Доча выложишь? Да, сразу же. Доча выложит сразу. Вчерашние трансляции, позавчерашние уже выложены. Как можно вызвать отвращение к алкоголю? Отвращение не знаю, а вот фенибут, он убирает тягу к алкоголю. Как он это делает, не знаю, в инструкции про это не написано. Но я из своей практики, вот карбамазепином я работала 9 лет, тоже он снижает тягу к алкоголю, а фенибутом я работала 5 лет. К сожалению, я его долго не знала и думала, что это фуфло какое-то. Вот, оказывается, нет. Оказывается, если брать не московский, не латвийский, то нормально. На YouTube будет этот эфир? На YouTube, да, выложим. Что можно принять после кодировки, чтобы не сорваться? Фенибут. Чтобы не сорваться, фенибут. Девочкам я рекомендую 2 месяца попринимать утром обед, чтобы не сорваться. Действительно укрепляют нервную систему и стабилизируют. Мозг включается, и тогда нет вот этой дурацкой мысли, ой, надо выпить, надо выпить, надо выпить. Это же все мысли крутятся от того, что нервная система истощена. Поэтому, скорее всего, механизм действия фенибута – это подкрепление нервной системы. А если тяга только вечером? Тяга вечером только у всех практически. Потому что, ну, особенность такая, включается нервус вакус, и вечерком как раз вот эта вот импульсивность появляется. Типа вот весь день хожу, герой, да, а к вечеру, к вечеру, во-первых, там уже остатки алкоголя, они ушли из крови. Ну, и вот этот щелчок такой импульсивный, он возникает, главное удержаться. Главное вовремя принять таблеточку карбамазепина. Самостоятельно удержаться практически невозможно. А, еще я, кстати, не сказала, что алкоголизм – это в 80% случаев наследственное заболевание. То есть, спасибо родителям за то, что это получилось. В 20% я говорю, это в 80% – это наследственность, а в 20% – это распущенность. Спасибо за сердечки, которые вы мне шлете. Так. Врач вы так себе. Ну, какая есть. Сколько нужно принимать фенибуд? Фенибуд нужно принимать месяц или два. Как называется ваша прическа? Не знаю. Берете машинку и подстригаетесь. Давно не доверяю, уже лет 20 не доверяю парикмахерам, делаю это сама. Сколько таблеток пить фенибуд? Утром, в обед, после еды один или два месяца. Чувствуете, что нервы шалят? Значит, принимайте дальше. Привыкания на этот препарат у алкоголиков нет. Да, я, наверное, много помогла. Первый раз чихает, как выпил. Почему? Да пусть чихает. Скорее всего… Вы знаете, у меня, кстати, очень много пациентов. Я благодаря своим алкоголикам оказалась в нетрадиционной медицине. Во-первых, благодаря им я поняла, что такое дефицит жидкости. И переношу теперь этот опыт для детоксикации на своих пациентов. Вот. И теперь я понимаю, что такое хорошая вода, что такое плохая вода. Теперь я знаю, какую правильную минеральную воду пить при дефиците жидкости. И для детоксикации без вот этих вот лохотронных вещей, которые рекланируются в интернете. Типа, кушайте, и будет вам детокс. Ну, это, блин, бред вообще полный. Кушайте, и будет вам детокс. И благодаря алкоголикам я у многих видела, что капают в себе в нос до бесконечности. Прихожу с капельницей, а они там, у них куча вот этих вот пустых бутылочек. Я говорю, а что это такое? А вот у нас перегородка. Да никакая не перегородка. Это отек слизистой носа на фоне употребления алкоголя. Может быть, даже и без этого употребления алкоголя. Отек слизистой носа, как аллергенный фон из-за гельминтов. Как только мы пропиваем гельмин от гельминтов препараты, отечность уходит, все, заложенность с ножа ушла. Перегородка типа встала на место. И спасибо моему одному алкоголику, который, ну, родственнице, которая меня послушалась, у нее псориаз. Она после вывода из опоя, она подавала таблеточки от ленточника, и у него прошел псориаз. И вот это дало мне такую достаточно уверенность, чтобы продолжать действовать в этом направлении. Чихает, и когда выпил, скорее всего, это аллергическая реакция из-за того, что у него есть еще и гельминты. Травим гельминты, перестанет чихать. Будем принимать фенибут, и уйдет эта тяга к алкоголю. Если я просто нервные не пью. Если вы просто нервные не пьете, принимайте тоже фенибут хороший препарат. Вообще этот препарат разработан в Роскосмосе. Вот, его назначали всю жизнь деткам дошкольного возраста при гиперактивности. И взрослым, в принципе, я не слышала, чтобы его назначали. Я переложила этот опыт на взрослых. Ну, и с подачи моих этих коллег-наркологов. Как почистить селезенку? Правильная минеральная вода. Чистим селезенку. Так, что можно? Эспираль или фенибут? Механизмы разные. Фенибут укрепляет нервную систему, а эспираль, он дает табу. При взаимодействии с алкоголем эспираль, гель, он токсичный продукт вырабатывает и будет очень плохо. Вплоть до, там, до остановки сердца, да, и задержки дыхания. Где у кого какая проблема. Вот. А, то есть на страхе основано. Фенибут на осознанности. Эспираль на страхе. Если человек хочет внешний сдерживающий фактор, он идет и делает эспираль. Если это заставляют его родственники, то это бесполезное занятие. Нужно, необходимо, свое желание и осознанность. Поэтому лучше всего сочетать эти две вещи. Потому что многие мне говорят, ой, я уже все, я уже не пью. Ну, знаете, это все ерунда. Пальчиком вот так вот алкоголика поманишь, если у него нервная система неустойчивая. И все. То есть там кто-то звонит, можешь проверить. Это одно. Должен быть позвонить. Так. Если два родителя алкоголики, то да, практически. Да. Практически да. Есть редкие случаи, исключения, когда дети в качестве протеста не принимают алкоголь. Но у меня был пациент, который говорил, я ненавижу своего отца, и я никогда таким не буду. И он действительно не пил, пока отец был жив. Как только отец умер, вот эта доминанта ушла, и все. Он уже потом стал вызывать к себе. Да, можно эспирали фенибут вместе. Только фенибут это таблетки, а эспирали это под лопаточку. Спасибо вам. А шептер надо пить? Я не знаю, что такое шептер. Фенибут без рецепта не купите. Ну, слушайте, в России мы живем, все можно купить. В крайнем случае идете к терапевту, говорите, выпишите мне, пожалуйста, и денежку ему заплатите. Злость и раздражение придет после фенибут. Нет, неправда. Злость и раздражение – это тема нашего предыдущего эфира, когда у нас застой желчи в печени. Конечно, нужно алкоголику потом, если, например, алкоголики подшиваются, да, они потом становятся агрессивными, раздражительными. Без фенибута здесь никак. И обязательно нужно заняться здоровьем, обязательно нужно подлечить печень. Все те мероприятия, которые мы говорили, вот, например, вчера и позавчера по работе с печенью, это как бы сам Бог велел, вот, поработать с желчными протоками, чтобы желчь вышла. И все, и тогда не будет раздражительности. Ни злости, ни раздражительности. Это и у нормальных людей при застое желчи бывает. А у алкоголиков точно, потому что там у них вообще трэш. Печень страдает. Как печень подлечить? Значит, раньше, когда я работала наркологом, я рекомендовала по отзывам своих пациентов гептрал внутримышечно и внутривенно. Вот. Сейчас тоже говорю, что это самый замечательный препарат. Каким-то образом он убирает даже депрессию послеалкогольную. Вот. Дочь, посмотри, кто там звонит. Агулей. Вот. А сейчас, вот, перейдя в нетрадиционную медицину, благодаря Агулову, я считаю, что нужно печень отжулькать, чтобы желчь вышла, сделать лицеральный массаж, чтобы там пожелчало, пить водичку, чтобы у нас желчь разжижилась, попринимать метронидозол, если у нас там простейший, короче, чтобы хорошо почистилась печень. У меня есть пациентка, которая хорошо бухала, 65 лет ей. Она полностью завязала, почистила организм свой от гельминтов, увлеклась массажиками, там, траля-ля, лимфодренаж. Во-первых, что-то, по-моему, минус 9 килограмм у нее. Вот. А во-вторых, у нее, она пошла на УЗИ, у нее печень в норме. Поэтому я теперь сторонница, как бы, печень надо лечить. Какой там препарат? Фосфоглиф, по-моему, еще что-то там, эссенциалию. Ради бога, не смешите меня. Эссенциалию у него столько вбухано рекламы, что там уже от эссенциалии ничего не осталось. Вы давно морщили? Нет. В 91-м году я по учителю Иванову впервые в Сибири при 40-градусном морозе начала обливаться. Ну, когда было в 20, уже было не в кайф. Один раз мы облились 40-градусно, это было, блин, вообще хорошо. У нас даже потом подошвы прилипали к ступенькам. Вот. Потом был большой длительный перерыв. Всегда мечтала это, обливаться. Но в Краснодарском крае там вообще зимы не бывает. Вот приехала сюда, благодаря питерским моржам я к ним присоединилась. Очень рада. Когда у меня не хватает эндорфинов, когда чувствую, что жизнь говно и что-то там потухло, я иду обливаться. Вот, кстати, завтра... Ну, у меня сейчас ничего не потухло. Просто завтра Андрей, вот производитель пихты, он пригласил, завтра в Ропшинские озера идем обливаться. Про гельминтов отдельное видео. Сколько месяцев можно принимать карбамазепин? Карбамазепин это же противосудорожный по инструкции препарат. Его вообще годами принимают, никакой зависимости нет. Как противосудорожный. У него в инструкции есть только одна строчка. В комплексной... Используется в комплексной терапии при абстинентном синдроме. И эта одна строчка нам очень важна. При... При... В описании Фенибута там вообще ничего про алкоголиков не написано. Но это моя личная практика и практика врачей-наркологов. Поэтому дарю, делюсь, ловите. Вот. Боли в желчном. Спазмолитики не помогают. Ну, обследуйте печень, сделайте УЗИ. Там может быть камешки лежат. Как прогнать желчь? Ну, слушайте, это была тема нашего. Это смотрите у меня в YouTube канале по моей фамилии. Вот. Огромное спасибо. О, хорошо. Это спасибо моим алкоголикам, что теперь я с вами. Что я теперь могу делиться опытом по нетрадиционной медицине. Если бы не они, я бы до вот этих вещей сама бы не дошла. Вот. Именно детокс. Благодаря им я поняла эту механику. И теперь мои рекомендации идут немножко в разрез стандартов. Незраво. Иногда. Особенно, например, при гипертонии. Вот. А, ну, тем не менее, это благодаря тому, что у меня есть свой практический опыт. Родовой алкоголик. Родовой алкоголик. Чем убить аскорид? Это другая тема. Смотрите видео в TikTok. Все есть бесплатно. Есть обучалка по аскоридам, по гельминтам. Обучалка стоит для пенсионеров 1000 рублей. Вот. Для взрослых мальчиков и девочек 3000 рублей. По фамилии, как вот мой тикток называется, так меня можно найти в ютубе. Я здесь не могу озвучивать фамилию, иначе этот тикток блокирует на несколько дней. Ребята, напишите, на сколько баллов по 10-бальной системе сегодняшняя трансляция. По алкоголизму. Пью лист черного ореха. Кстати, классная штука. Спасибо за 10-бальную систему. Так, десятка, десятка. Десятка. Сотка есть. Десятка. Ну, десятки мне хватит, потому что это сейчас не основная моя деятельность. Так, вот у кого-то аватарка с этим, с флагом России. Слава России. Вот. Поэтому, в принципе, мне десяточки достаточно. Спасибо вам. Делитесь вот этим видео. Я его выложу, кстати, в ютуб. Делитесь этой трансляцией. Может, кому-то информация поможет. У меня есть несколько видео аналогичных в тиктоке, там по алкоголю. В пятницу как раз я его выставляла. Боже, что там такое началось? По-моему, там 9 миллионов просмотров вообще. Люди сидели, похоже, меня слушали и бухали. Вот. Все, всем пока. Люблю, целую. До свидания. Когда следующий эфир? Эфир, это было мне плановое. В связи с тем, что сегодня пятница и все пошли бухать. Я сегодня специально сделала эфир, чтобы кого-то тормознуть. Вот, поэтому сегодня эфир будет в 6 часов по животам. У кого лишний вес и животы? Боржоми хорошая минералка. Ага, спасибо за миллион, который вы мне отправили. Значит, сегодня в 6 часов по лишнему весу. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok